Всех приветствую на канале Love Parfum, меня зовут Люба. И сегодня мы с вами поговорим о фруктово-ягодных композициях в парфюмерии. Многие их считают компотиками, но я вам докажу, что это далеко не так. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, я вам покажу 6 шикарных ароматов. Ну и как всегда, не буду затягивать и начинаем! И первый аромат, и это моя новиночка от уже полюбившегося французского дома Джилет Хезеган с незамысловатым названием. Ммм, это, наверное, первый звук, который вы издадите, когда впервые услышите этот аромат. Ммм, какая вкуснятина! Это унисекс аромат, правда, я не представляю, как его могут носить мужчины. Выпуск 2016 года, древесно-пудровое направление, давайте заглянем к нему в пирамиду. Верхние ноты малина, геральни, роли, средние ноты туберозы, ирист, цветок апельсина, жасмин, самбак и базовые ноты ваниль, карамель, сандал, гелиотроп, белый мускус и пачули. Это очень вкусный аромат. Название Ммм ему очень подходит. Это поистине девчачий аромат для тех, кто хочет пахнуть вкусно и соблазнительно. Отчетливо слышу здесь малину и карамель, а также ваниль. Ваниль здесь не выбивается на первый план, как в других моих любимчиках от Джульетты. Причем малина явно слышна в движении, при взмахе руки, шевелении волос. Она очень четко уловима в шлейфе. Вообще в жизни я малину совершенно не люблю. Ну вот от слова совсем. Я не люблю ее вкус, не люблю варенье, компоты с ней, не люблю ее собирать. Ну не сложилось у меня с малиной. Но вот запах... Это единственное, чем угодила мне эта ягода. Аромат меня действительно цепляет. Это, пожалуй, первая композиция с таким явным проявлением малины в нотах. Эта ягода, безусловно, добавляет изюминки в звучание ванильно-пудровых нот данной композиции. На мой взгляд, аромат в меру стойкий и шлейфовый. Часов восемь я его точно на себе ощущаю. Очень интересная и вкусная композиция. Джульет Хазаган. И следующий аромат в моей фруктовой ягодной подборке. Это Сипашон от Арманию. Джорджи Арманию. Это женский аромат цветочно-фруктового направления. Выпуск 2017 года. И давайте заглянем к нему в пирамиду. Верхние ноты. Груша, черная смородина, розовый перец, грейпфрут. Средние ноты. Ананас, роза, гелиотроп, жасмин. Базовые ноты. Ваниль, кедр, амбергут и пачули. Безумно аппетитная пирамида. Здесь очень много ягод. Если не сказать варенья. Забродившего варенья. Также явно слышны сок ананаса и груши. И грейпфрут дает свою пикантность. Оттеняя композицию своей горчинкой. Помимо фруктовой составляющей, я безусловно слышу розы. Спустя некоторое время, когда сладость ананаса утихает, в свою партию как раз вступает роза. Слегка присыпанная ванилью. Помимо грейпфрута, в свою пикантную нотку также добавляет перчик. Розовый перчик. Все это на благородной, теплой кедровой базе. Что этот, что предыдущий аромат. Я никоим образом к комфортным композициями отнести не могу. Они очень стойкие, громкие и шлейфовые. И касаемо C, аромат достаточно стойкий. Имеет очень красивый сексуальный шлейф. Отличный вариант на вечер, мероприятие. Да, и в малых дозах на работу я его также ношу. И следующий представитель, также парфюмерного армани, это Ocean DeJoy. И это женский аромат, цвет очень фруктового направления, выпуск 2020 года. И как предыдущий красавчик, он у меня в тревел-версии, миниатюрка на 15 мл. Давайте заглянем в его композицию. Верхние ноты груши, цитрусы, зеленые ноты. Средние ноты водяной жасмин, соль, ландыш и роза. Базовые ноты мускус и сандал. Это нежный морской аромат с тонким ароматом цветов и сочностью цитрусов. Аромат стартует сочной грушей и цитрусами. Парфюм очень воздушный. Есть в нем и соленая нотка, и сладость, и свежесть. Аромат чистоты. Он ненавязчивый, деликатный. К аромату груши далее присоединяются цветочные нотки. Он, так знаете, замыливается на коже. Подобно гелю для душа, он такой становится очень интимным. И слышно его только около кожи непосредственно. Без какого-то явно уловимого шлейфа. И под конец вступают сандалы с мускусом, но они такие деликатные, еле уловимые в этой композиции. Лишь слегка напоминают о себе и то, если уткнуться прям носом вместо нанесения парфюма. И следующий красавчик – это «Моя любовь» в «Манити» от Терри Мюглер. Аромат 2010 года – это фруктово-древесное направление ароматов. И в нотах у него заявлены инжир, икра, инжирные листья, инжирное дерево. Сейчас аромат мало где представлен, в рознице его я вообще уже довольно-таки давно не видела. Можно его ловить на каких-то онлайн-сайтах. Например, я его поймала на Натина, на тот момент он был по очень хорошей цене. Аромат, конечно, неординарный. Оформление флакона «Упустим» я уже неоднократно пела оды этому просто произведению искусства. Давайте уже перейдем непосредственно к аромату. Тут нет как такового разделения на ноты. Из всего я могу выловить сочный инжир и соленую морскую воду. Будто сочный спелый инжир, но дломили прямо на пляже на берегу моря. И оставшиеся капли соленой воды смешались с соком инжира. Вот о чем эта композиция. И вроде бы прикажущейся простоте композиции, вроде бы четыре ноты, а слышится и подавно две. Но какие метаморфозы выдают данный аромат? Я постаралась собрать воедино все эпитеты, которыми просто сыплют в изобилии пользователи различных парфюмерных форумов. И сейчас я вам их зачитаю. Кровь, металл, алюминиевые и цинковые ведра, русалки, соленые огурцы, соленые огурцы в железном ведре, рыба, амниотическая жидкость. Атас, я в шоке с такой фантазией. Но вы понимаете, насколько противоречива эта композиция. Я думаю, армии почитателей и ненавистников данного аромата разделились пополам. Естественно, я на первой стороне обожателей. Я всей душой люблю этот аромат. Для меня это аромат, от которого исходит просто невероятное благоухание. Такой он сочный, необычный, при этом крайне комплиментарный. Кстати, в одном из эпитетов я, наверное, все-таки соглашусь, потому что сочетание соли, соленой воды и инжира, оно дает какую-то такую железную ноту. Но и то, свою железистость, он больше показывает в холодное время года. Например, зимой или летом же он просто божественный. И следующая парфюмерная композиция, это просто взрыв ягод и фруктов. Это La Nutresor от Lancome. Это женская парфюмерия, относящаяся к группе Восточный Гурманский, выпуск 2015 года. И давайте заглянем к ним, пирамид. Верхние ноты – груша, танжерин, бергамот. Средние ноты – клубника, ванильная орхидея, черная роза и мракуя. Базовые ноты – пралине, карамель, личи, пачули, ваниль, ладан, кофе, лакричник, кумарин и папирус. Это фруктово-карамельная бомба. Звучит ярко от начала и чуть ли не до самого конца. Аромат акрамелизированной розы, сладких фруктов в дымной вуале, клубники в шоколаде и кофе. И все это наладано в пряной ванильной подложке. Сладость здесь очень яркая и очень густая. Явно ощущается гурманская ванильная база с нотками кофе и карамели. Сочные фрукты и сахар заполняют просто буквально все пространство вокруг тебя. Парфюм очень-очень сладкий, такой тягучий, манкий. Идеальный претендент на вечер или свидание. Аромат с феноменальным шлейфом и стойкостью. Любителям гурманники, а также тех, кто любит побрызгать себя с утра и бухать до самого вечера, вам сюда. И следующая фруктовая миниатюрка в моей композиции – это TAR Collection The Queen of Sheba. Вернее, это отливан на 10 мл, который я однозначно офлаконю, так как это невероятной красоты композиция. Аромат известного молодого низшего дома из Арабских Эмиратов – TAR Collection. В основе идеи выпускаемой парфюмерии – всемирно известный, любимый многими сериал «Великолепный век». В переводе от TAR – это парфюмерное масло. И действительно, все ароматные композиции по-настоящему, по-восточному насыщенные и по-западному высококачественные. И Queen of Sheba – это женская парфюмерия восточного направления, выпуск 2015 года. И давайте заглянем в пирамиду. Верхние ноты – персик, османтус, лист табака и ладан. Средние ноты – тубероза, цитрус и жасмин, красная роза. И базовые ноты – белый мускус и амбра. Аромат очень комплементарный, с богатым звучанием, и он очень стойкий. И на мой нос – это огромная корзина фруктов, где персики такие сочные, даже немножко перезревшие. Они уже полопались и выделяют сок, от чего перебивают своим запахом другие фрукты. Также отчетливо слышна пикантная табачная нотка, знаете, такого кальянного табака. Мускус здесь очень мягкий, да я бы даже сказала, еле заметный, красивый. Аромат имеет нежный, красивый шлейф. И в шлейфе к фруктам добавляется османтус. Очень красивый и достойный. С узнаваемым ароматом сочных персиков и табака – Атер Коллекшн за Кримов Шеба. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу подборка фруктово-ягерных композиций из моей коллекции. Делитесь в комментариях своими любимчиками данного направления, будет очень интересно обсудить. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать мои новые парфюмерные подборки. Ну а на этом у меня все. До встречи в новых видео. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok